Друзья, всем большой привет! Мы с Гетсби хотим поздравить вас с наступающим Новым Годом! Хотим пожелать здоровья вам и вашим близким! Пусть исполняются все ваши заветные мечты! Ты земнуть хотел? Не надо! Сейчас мы вам покажем ёлочку, как мы украсили, да, малыш? У малыша отобрали вкусняшку, поэтому он очень расстроился. В общем, Гетсби я сейчас отпускаю, а мы с вами идём посмотрим, как я нарядила ёлочку. Сначала хочу вам показать вот такую композицию новогоднюю. Не знаю, что-то вот пришло мне такое в голову, я решила её воплотить в жизнь. Вообще, это обычный стол, на нём лежит тёмная такая скатерть одноразовая. Вот это вот синтепон. И вот сюда я выставила какие-то такие новогодние фигурки, видите, снеговичок здесь есть. Вот это вот из икеи такой подсвечничек белый, такие посеребрённые. Это из фикс прайса, я их вот прям вставила в этот светильничек. И вот такие вот три подсвечника, вот видите, домик. Здесь вот вместо шишечек должна быть свечка, но поскольку здесь синтепон, я их вообще использовать, конечно же, не буду. Вот такая звёздочка. И там вот вдали стоит ёлочка. Здесь вот у меня стоит увлажнитель воздуха, который я... Вот этот из икеи фонарик я украсила гирляндами, которые продаются в фикс прайсе. Я думаю, все вы знаете, они коротенькие, маленькие, работают на батарейках разных цветов. Вот у меня синенькая есть такая и зелёненькая. Они с помощью вот такого пультика просто вот включаются и выключаются. Здесь вы можете положить, куда вам удобно. Вот такая композиция получилась. На стене у меня висит вот такой классный веночек. Я его делала ещё в прошлом году. Сама покупала обычную гирлянду длинную из еловых, вот таких вот веток искусственных. И при помощи просто проволочки сделала такое кольцо, кружочек. Украсила шишечками. Такие цветы красные. По-моему, тоже в том году я покупала в Ашане. Они искусственные. Бусики такие золотые. И птички две повесила на ленточке красной, которую я покупала в фикс прайсе. Если будет видно, там, видите, есть такие красные тоже огонёчки. Это гирлянда из фикс прайса. Очень удобно, видите, на стене никаких проводов, ничего нет. Теперь давайте покажу, что у меня стоит под ёлочкой. Есть у меня вот такой вот домик, как будто с сахаром обсыпанный. Это подсвечник. Вот такой Дедушка Мороз. Если свет выключить, видите, какая красота у нас тут с вами будет. Домик светится, дорожка светится. Очень-очень красиво. Сейчас я свет включу, вам покажу вообще, что это такое. В фикс прайсе продаётся вот такая штучка. Я думаю, вы видели её там, где лампочки продаются, батарейки. Она предназначена для того, чтобы ставить на неё какие-то прозрачные стаканы. Например, видите, здесь мотоцикл у Деда Мороза, он такой прозрачный. Если поставить, такое вот свечение. Также вот домик, например, да, ну вот у него, видите, окошечки. Ну так вот без подсветочки он некрасивый. Свечку не поставишь, потому что, опять же, может загореться. А если вот так вот взять, сюда поставить этот кружочек, сразу дом начинает весь светиться. Посмотрите, какая красота. На дорожку ставим Дедушку Мороза. Ещё есть у меня вот такой прекрасный ангелочек. Это ваза, по-моему, в Икеа я её покупала. Насыпала внутрь соль, поставила фигурку маленького ангела. И вот какие-то, знаете, у меня были мелкие сердечко с блёстками, гвоздику я туда насыпала. Сзади лежит ватка, на которую я накапала масло эфирное ели, по-моему, или даже... Нет, по-моему, я туда накапала не ель, а масло мандарин. И вот такие вот искусственные ветки. И вот опять сзади я поставила этот круглый фонарик. Сразу начинает светиться композиция, смотрится по-новогоднему. Очень интересно и красиво. Возьмите себе на заметку, можете взять любую вазу, не знаю, банку, что у вас есть. Насыпай туда соль и что-то вот такое интересненькое придумать. Вот такая ёлочка у меня стоит. Сейчас я вам покажу её поближе. Ёлочка искусственная. В прошлом году её покупали в магазине Оби. Она не очень большая, очень легко собирается. Мне понравился цвет. У неё, видите, такой ярко-ярко-зелёный. И у меня на ёлочке вот такие шарики. Зелёный шарик здесь висит. Всё-таки некоторые игрушечки, как я вам говорила в своём влоге, я у своей бабули нашла. Старые-старые игрушки. Но, блин, реально, чем вот старше становишься, тем больше тебе хочется взять что-то такое из прошлого, из детства. Вот такой сладенький медвежоночек у меня здесь висит. Смотрите, он на лыжах. Шарфики. У него даже лыжные палочки есть. Я помню, эту игрушечку я покупала в прошлом году. Она была довольно-таки дорогая. Ключик. Тоже, по-моему, пару лет назад мне его дарила сестра. Ангелок. Вот один такой вот ангел золотой. Он сделан полностью из металла. И точно такой же у меня есть серебряный. Я вам говорила, что у меня, видите, всё собирается как-то парой. Вот такой баклажан. Баклажан-баклажан. Песня есть такая про баклажан у Тимати. Вот. Это тоже игрушечка моей бабули. Очень она мне нравится. Не знаю, я решила в этом году её забрать. Вот такие яблочки блестящие есть на моей ёлочке. Шишечка. Вот такая тоже есть у меня шишечка. Вы думаете, только у вас такая шишка? У меня тоже такая есть. Ещё под ёлочкой стоят у меня бутылочки, которые вы тоже наверняка видели. Они ждут, не дождутся своего часа. Здесь я тоже поставила ёжика. В общем, так, под ёлочку потихонечку начинаю складывать подарки, которые я буду кому-то дарить. И кто нам уже тоже начал дарить. Хочу вам просто показать идею, как можно классно подвесить открытки, которые для вас несут какую-либо ценность. Мне вот эти открыточки дарил сын моей подруги, которому было 3 годика на прошлый Новый год. Он их сам делал. И я их решила в этом году вот так вот повесить. Вы просто берёте обычный дырокол, делаете в открытках дырочки. И на верёвочке подвешивать открытки можно и на ёлку повесить. Мы будем с вами прощаться. До встречи в новом 2016 году!